Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! В этом выпуске состоялось заседание седьмого созыва второй сессии Национального собрания Западной Армении. Мы крепко привязаны к нашей земле. В Арцахе идет масштабное жилищное строительство. Враг ведет ползучую войну, называя ее повесткой мира. Варужангягамян, сокровище Арцаха, Варазгомская церковь, резня экологии в регионе, еще одна форма войны. Знаменитые дети Западной Армении Симмиададзян. Восьмистолетие основания Хоранашатского монастыря отметили святой литургией. В Тубилиси отпраздновали традиционный вардатом, посвященный Саятнове. Председатель парламента Нелли Арутюням выступила с речью на заседании второй сессии Национального собрания Западной Армении. На заседании присутствовало 30 депутатов и 19 отсутствовали. Была проведена кандидатура нового депутата, которая была одобрена единогласно. Депутатские комиссии Национального собрания представили отчеты, после чего выступила председатель Национального собрания Нелли Арутюнян. Также обсуждались вопросы, связанные с возможными изменениями во внутренних регламентах. На втором заседании выступил президент Республики Западной Армении Армен Акабрамян, премьер-министр Сэдом Эликиан и представители министерств. В ходе заседания был внесен ряд предложений по конституционным изменениям и другим вопросам. Согласно статье 70 Конституции Западной Армении, на повестку дня был внесен вопрос об окончании срока полномочий президента Республики Западной Армении в декабре 2023 года. В Национальное собрание был направлен запрос, чтобы выяснить имена возможных кандидатов. Национальное собрание приняло возможность президента Армена Акабрамяна выдвинуть свою кандидатуру на следующих парламентских выборах 2023 года, если он того пожелает. Все эти вопросы мы подробно рассмотрим в ближайшее время. В различных районах Арцаха строятся новые кварталы для решения жилищной проблемы семей, перемещенных в результате 44-дневной войны. Как заявил президент Республики Арцаха, Райка Рутюнян, уже начато строительство трех тысяч квартир. Предусмотрено строительство 7 тысяч домов. По словам заместителя министра градостроительства Республики Арцаха, Рама Гаспаряна, в настоящее время строятся новые кварталы в Иваняне, Астгашене, Агистане, Кармишука, Мартуни, часть из которых будет сдана в конце 2022 года, а остальные в 2023 году. Жилищные проблемы реализуются за счет государственного бюджета Арцаха, Всеармянского фонда Айастан, благотворительных организаций и частных компаний. Азербайджан тихими шагами завоевывает Сюникский регион. Об этом в своем телеграм-канале написал тюрколог Варужан Гегамян. При этом он проводит там укрепления, создавая базу для атак. Президент Азербайджана Алиев и президент Турции Эрдоган практически ежедневно открыто говорят о своих амбициях в отношении суверенной территории Республики Армения. В ответ на эти действия де-факто правительство Республики Армения обращается к несуществующему международному сообществу с призывом дать оценку враждебным действиям Азербайджана. Вновь говорит о зеркальном отступлении, из-за которого мы уже потеряли новые поселения после ноября 2020 года. Ворозгомская церковь находится в Кашатахском районе Республики Арцах. В церкви две скини, она очень уникальна и ценна. Первое описание Ворозгамской церкви было дано в 1982 году. Известно, что композиция была довольно распространена в армянской архитектуре, особенно в раннем Средневековье. Этот уникальный храм, построенный из полированных камней, внешне несет следы реконструкции XVI века. Церковь не пострадала во время двух арцахских войн. Однако после 44-дневной войны в 2020 году она перешла под контроль Азербайджана. Организация Месопотамское экологическое движение выступила с письменным заявлением о разграблении природы на территории Западной Армении. Заявление подчеркнуто, что погоня за прибылью будет иметь серьезные последствия до всей планеты. Обращается внимание на уничтожение лесов, что войны также являются причиной экологического разрушения. Кроме того, вырубка лесов во время безопасности и строительство на их месте полицейских участков можно рассматривать как акт социального давления. Западная Армения, соглашаясь с заявлением вышеупомянутой организации, резко критикует любые посягательства на природу и экологию, на собственных территориях. Разрушение природы Западной Армении наносит удар по генетическим ресурсам коренного народа. Как член Межправительственного комитета по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и культурному разнообразию, Западная Армения призывает международное сообщество осудить все подобные нарушения на ее территории. Семья Дадьян – одна из семей, которая инвестировала в различные области. Арменин по имени Петрос Бея эмигрировала из Западной Армении в Константинополь в 1650 году и занимался ювелирным делом. Османский султан Селим III назвал его дядю Аракела Амира главным оружейником. Дадьяны были в основном главными оружейниками. По приказу Махмуда II семья была освобождена от всех налогов. Султан подарил семье огромные участки земли, на которых Хованес Бей построил несколько церквей и школу. Среди них армянская школа Дадьян в Константинополе и церковь Святой Аства Цатин. Одним из известных членов семьи является Артин Дадьян Паша. Он занимал важные посты в области дипломатии, представлял империю в Европе и умер в 1901 году. Часть большой семьи сейчас живет в Европе и Америке. После пятилетнего перерыва по случаю восьмистолетия основания в монастырском комплексе Хоранашат была отслужена божественная литургия. Около пяти лет назад в Хоранашате впервые была отслужена святая литургия. 28 мая он прозвучал снова. Повод восьмистолетия со дня основания. В Хоранашате в нескольких десятках метров от азербайджанских позиций епископ Баграт Галстян совершил священную литургию, говорится в сообщении. За литургией последовала церемония Андастан – церемония благословения со всего мира. Упоминается, что Евангелие Хоранашата было принесено в Чинари из Матына-Дарана для совершения этого ритуала. Вардатон отмечается 29 мая в Тбилиси. Ежегодно в последнее воскресенье мая в Тбилиси отмечается День памяти Саят Новый. Согласно установленному более века назад в порядку, армяне Грузии прошли маршем от дома Ованеса Туманяна к памятнику Ашуха. Возложили розы, а затем двинулись к церкви предстоятеля святого Георгия. Вардатон впервые был отмечен в 1914 году по инициативе Ованеса Туманяна и художника Георга Башинджагьяна. Потом это стало традиционным. Далее для вас армянская народная песня. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!